Дорожный транспорт Нужна качественная и надежная связь Оборвись она хоть на минуту И машинисты не будут знать куда везти свои поезда А работники станции не смогут управлять их движением В структуре Министерства путей сообщений Российской Федерации Существует центральная станция связи Ее помощью и регулируется все это огромное хозяйство Быстро проходят годы Кажется только вчера мы праздновали 75-й день рождения нашей станции Сегодня мы уже прошли следующую веху 80 лет За прошедшие 5 лет численность работающих на ЦСС Уменьшилась примерно на 100 человек И составляет сегодня вместе со штатом Домо-Отдыха-Березка Около 900 человек А с нашими уважаемыми ветеранами Более 1300 человек За эти годы мы помолодели на 5 лет И сейчас средний возраст работающих женщин 41 год А мужчин 44 Произошло некоторое увеличение численности представителей сильного пола Сегодня их на станции почти 45% У нас есть и структурные изменения Были объединены техническо-эксплуатационные цеха Единый цех телеграфа АПС и ЛАС в электронно-автоматизированный центр телекоммуникационных систем Участок ПЭЦ и цех автотранспорта в поселке Южный Вошли в состав второго цеха Лаборатория передачи данных ввелась в цех номер 3 В аппарате управления станцией Были образованы два новых отдела Капитального ремонта и строительства И отдел маркетинга Первый отдел вошел в состав отдела специальных связей В взаимодействии со специалистами сети железных дорог Нам удалось с отличным качеством обеспечить работу технических средств нашей станции Улучшить организацию технологических процессов Большинство рабочих мест в основном производстве и аппарате управления автоматизированы Созданы прекрасные условия для работы технического и управленческого персонала Все шире внедряются цифровые системы связи В недалеком прошлом, в 1994 году введена в действие электронная телеграфная станция Агент Комби Что сразу поставило цех телеграфа на уровень современных технологий Вот уже два года эксплуатируется цифровая АТС Дефинити Позволившая осуществить интенсивную замену устаревших устройств оперативной связи В аппарате Министерства путей сообщения Как особое достижение следует отметить пуск в эксплуатацию Мощной транспортной цифровой телекоммуникационной сети в Подмосковье На базе реконструированной радиорулейной линии и ВОЛС Москва-Барыбина Этот комплекс позволит предоставить широкий спектр услуг В пределах всей Московской области Как для нужд железнодорожного транспорта Так и в коммерческих целях Несмотря на бурное развитие сетей передачи данных Потребность в традиционных видах связи Телеграфных сообщениях и телефонных переговоров не снижается За эти пять лет были увеличены объемы предоставляемых услуг Для нашего основного потребителя Аппарата Министерства путей сообщения Так, передача телеграмм увеличилась на 11%, количество международных переговоров возросло на 11,5% За эти годы интенсивно внедрялась фоксимильная связь В департаментах Министерства путей сообщения установлено 85 фоксимильных аппаратов Организована радиотелефонная транкинговая связь Руководящий состав обеспечивается сотовыми телефонами-пледжерами Благодаря усилиям ни одного поколения связистов Сегодня центральная станция связи оснащена всем необходимым Не только для обслуживания штаба отрасли Но и имеет возможность реализовывать часть услуг сторонним потребителям Привлекая хозрасчетные организации разнообразием и качеством услуг Мы вносим в копилку ЦСС существенный вклад В завершившемся 1997 году он составил 34 миллиарда рублей И таких организаций клиентов сегодня у нас 850 Стабильность и техническое совершенство Вот факторы, определяющие сегодняшнюю действительность в жизни коллектива Центральной станции связи И этого мы добились благодаря сохранению выработанных десятилетиями традиций добросовестного отношения к труду Высокого профессионализма Обстановке взаимного уважения, товарищества И, как это не будет громко сказано, патриотизма наших работников Мы с уверенностью смотрим в будущее Цех эксплуатации МТС или ручная междугородная телефонная станция Является структурным подразделением Центральной станции связи Она предназначена для обеспечения оперативной железнодорожной связи На абонентов Центрального аппарата Министерства путей сообщения Предприятий и организации Рабочее место сменного бригадира, который осуществляет контроль за качеством связи И соединяет абонентов руководящего состава Министерства путей сообщения Прием заказов Здесь установлено новейшее оборудование, в данный момент находящееся в опытной эксплуатации Оно предполагает отказ от бланка заказов Автоматический ввод абонентов в очередь и распределение их согласно категориям Линейные телефонистки соединяют абонентов с управлениями и отделениями железных дорог За 1997 год междугородной телефонной станции было обслужено 1 188 368 абонентов Участком справочной информационной службы предоставляются все необходимые сведения о абонентах И осуществляется подготовка информации по расчетам с ними Три года назад на Центральной станции связи был организован участок пейджинговой связи Который обслуживает абонентов Центрального аппарата Министерства путей сообщения Организации предприятий железнодорожного транспорта в Москве За прошедший год по пейджинговой связи было отправлено 521 641 сообщение Прошу ваше сообщение отправлено 134 всего доброго Цех телеграфа обеспечивает круглосуточную и бесперебойную работу телеграфной связи Качественную и своевременную обработку телеграфной фоксимильной корреспонденции Всеми подразделениями цеха В экспедиции осуществляется прием и доставка фоксимильной корреспонденции Этот участок занимается первичной обработкой регистрации поступающей информации Это необходимо для более быстрой и своевременной ее передачи и архивирования Таким образом, это целый банк данных о приеме и отправке сообщений С телеграфа в 1918 году начиналась центральная станция связи Превратившаяся в настоящий момент в современный информационно-передающий центр Без которого уже невозможно представить Министерство путей сообщений Нынешний телеграф мало похож на тот, чем он был 80 лет назад Внедрение новых систем отправки сообщений всегда найдет себе место на центральной станции Теперь через бюро факс-телеграфов Фоксимильная корреспонденция передается и принимается во всех странах мира Только в 1997 году по факсу было передано и принято 66 120 сообщений Все участки телеграфа оперативно взаимодействуют друг с другом Поэтому отправитель телеграфа может быть уверен в своевременной ее доставке В 1994 году 49 телеграфных аппаратов было заменено на 8 автоматизированных рабочих мест телеграфистов на базе персонального компьютера С внедрением автоматизированного технологического процесса Значительно сократилось время обработки телеграмм И существенно повысилось качество передающейся информации Телеграф в центральной станции Автоматическая электронная телеграфная станция Агент комби обеспечивает подключение телетайпов железных дорог России и СНГ А технический персонал, в свою очередь, наряду со всеми остальными работниками цеха Круглосуточно обеспечивает качество работы телеграфной сети Вот за этим рабочим местом механика телеграфа и обеспечивается работоспособность телеграфной сети В 1997 году телеграфом центральной станции связи обработано 2 547 321 телеграмма Сегодня мы отмечаем, я считаю, славный юбилей 80-летия существования и работы центральной станции связи Министерства путей и сообщения Российской Федерации Я не оговорился, сказав, что это знаменательный юбилей Потому что без связи нет железной дороги Без связи нет эксплуатационного управления железными дорогами Без связи нет системы управления Достаточно посмотреть на карту, которая за моей спиной На которой разрисовано 86 тысяч железных дорог России Чтобы представить себе, что этими 10 тысячами станций, полустанков, остановочных пунктов Этими тысячами одновременно идущих поездов Нужно управление, нужно регулирование, нужно без конца давать команды и их получать И это все осуществляет наша центральная станция связи Я бы хотел сказать и второй аспект Что для того, чтобы передавать систему связи Для того, чтобы своевременно доходили руководящие Или команды, будем говорить, из Министерства путей и сообщения Эта связь должна быть надежной Эта связь должна быть устойчивой Как мы говорим, всепогодной И оперативной И вот все 80 лет наша центральная станция связи Осуществляет и реализует все те принципы, о которых я сказал Россия обладает самой большой железной дорогой в мире Министерство путей и сообщений Это огромная многослойная структура Даже в масштабах такой страны, как Россия Общая протяженность 17 железных дорог Составляет 87,5 тысяч километров Стоит к ним прибавить 27 департаментов и управлений Не считая при этом количества занятых людей Чтобы понять, что все это огромное хозяйство Просто не в состоянии обойтись без ежедневной координации своих действий Участок связи совещаний Технически обеспечивает проведение селекторных совещаний Руководцем институтом и сообщением Ежедневно проводится от 3 до 9 селекторных совещаний Как с управлениями железных дорог России Так и со странами СНГ Кроме того, обеспечивается также проведение коллегий Совместно с правительством и внутренних коллегий Министерства путей и сообщений Внимание связистов Начинаем подготовку к селекторному совещанию 10.40 Регулировка стран СНГ Рига Таллин Вильнюс Киев Киев, контроль Тбилиси Душанбе Баку Очень плохо слышу вас, Баку Баку Подскажите лазу, чтобы с моим лазом соединились Пусть померяют канал Хорошо, подскажем А вот, сейчас я вас прекрасно слышу Сейчас прекрасно слышу Так, у вас Курбана, да? Да, все Все, я вас понял, спасибо Так, внимание связистов Общую проверку на этом закончили Ждем начала Добрый день Добрый день, Вильнюс В этом зале проводятся коллегии и расширенные заседания аппарата управления Министерства путей сообщения Работники группы звукоусиления с помощью специально оборудованной аппаратной участка связи совещаний Технически обслуживают конференц-зал В данный момент идет проверка конференц-системы Сегодня, наверное, впервые за последние годы Железнодорожная отрасль услышала от правительства похвалу в свой адрес На расширенном заседании коллегии МПС Железнодорожники подводили итоги года Главный результат работы снижение тарифов на грузовые перевозки в целом на 10% Выблочены почти до конца долги по зарплате Существенно сократилась задолженность в федеральный бюджет и пенсионному фонду Поэтому неожиданно добрым был сегодня руководитель налоговой службы Александр Починок Если декабрь будет нормальный, мы постучим по дереву То можно ожидать, что по сравнению с 1997 годом Произойдет увеличение примерно на 42, может быть на 43% Общих поступлений в бюджет Российской Федерации Это серьезный, хороший рост Причем, что отрадно, в последнее время Существенно увеличилась доля поступлений живыми деньгами Резкое сокращение бартерного обмена, которое произошло буквально за несколько месяцев Стало самым замечательным результатом не только железнодорожников Первый вице-премьер Борис Немцов назвал этот факт главным экономическим успехом года в России Если бы мы шли на поводу у тех, кто радует за бартерный обмен То все эти деньги оказались бы на валютных и фондовых биржах А не у железнодорожников И фактически новый печатный денег просто привело бы к росту цеп И к увеличению спекулятивных операций на рынке А тот факт, что железная дорога единственная из естественных монополий страны Увеличила приток себе наличных средств Как раз позволил нам эту, я бы сказал, важнейшую макроэкономическую операцию сделать И сделать совершенно без всякого учеба для экономики страны Техническая политика центральной станции связи Все годы ее существования основывалась на внедрении самых передовых технологий Внедрении новой техники И внедрение этой техники невозможно было бы без грамотного, сплоченного Я бы сказал, даже фанатичного коллектива Который всегда работал с удовольствием Занимался самыми передовыми методами труда Изобретал, привносил свое Прежде всего, этой политикой занимается наш технический отдел Это мозг центральной станции связи Который не только документирует все материалы, которые стекаются на центральную станцию связи Но и непосредственно участвует во внедрении всей передовой техники и технологии Своими силами были разработаны автоматизированные рабочие места для телефонисток Которые сейчас ушли от тех старых коммутаторов, к которым мы все давно привыкли Работают на совершенно новом уровне С компьютерами Облегчается поиск абонентов Облегчается их обслуживание Я думаю, что такое развитие техники и технологии Подталкивает к ближайшему в 2-3 года решению всех вопросов Замены оборудования, подготовки персонала Ну и, конечно же, решение многих технических задач Здравствуйте Здравствуйте В день проводятся плановые оперативные совещания руководителей центральной станции связи На которых подводятся итоги прошедшей недели И координируются планы на предстоящие Заслушиваются отчеты производственных подразделений Обсуждаются насущные проблемы коллектива Тем не менее, значит, у нас большое число работников остается А забот сегодня много Подготовка проведения 80-летия Реконструкция радиорелейного кольца Вопросы капитального ремонта и строительства И многое другое Проходят годы, сменяются поколения А с ними и старая техника сменяет новую Меняются планы предприятия Появляются новые задачи А с ними и новые методы их решения Но, в отличие от техники Та живая нить преемственности, которая связывает поколения Не прерывается никогда Иначе невозможно было бы представить себе Полноценный коллектив друзей Единомышленников Сослуживцев Крюкова Нет зумнеры На смену старой аппаратуры ФМ-120-8000 Который, вероя и правдой Отработала 27 лет Приходит новая аппаратура Цифровая Центральные станции связи Проводят реконструкцию радиорелейного кольца Ввиду перспективности его использования В сети связи МПС И особой важности для обеспечения Устойчивой производственно-хозяйственной деятельности ЦСС Кольцевая радиорелейная линия Протяженностью 411 км Состоит из 12 пунктов Расположенных вокруг Москвы Они пересекают все подходящие Железнодорожные магистрали В случае повреждения любого участка Происходит его резервирование Таким образом и обеспечивается Устойчивая связь ЦСС пришла к выводу Что эффективное использование радиорелейного кольца Возможно при замене Существующего аналогового оборудования На цифровое Замена позволит ускорить создание Единой сети железнодорожной цифровой связи В Московском регионе А при установке соответствующего радиооборудования На имеющихся антенномачтовых устройствах Обеспечит устойчивой радиосвязью Весь регион Московской области Наше положение финансовое Более-менее неплохое По отзывам наших работников Зарплату мы платим вовремя И все остальное И в дальнейшем Мы надеемся это сохранить Центральная станция Обладает собственной базой Занимающейся техническими разработками И их внедрением Производственный экспериментальный цех Существует уже много лет И основное назначение Это решение тех насущных вопросов Которые волнуют Которые необходимы Для центральной станции связи Если вспомнить 10 лет назад Что мы занимались Централизованным контролем оборудования Когда еще нет Потом пошел этап разработок Которые позволили нам создать систему осуду На сегодняшний момент Группа занимается И технической эксплуатацией И модернизацией Молокальной сети Которая построена На ЦСС По съемному производственному Экспериментальный цех Перед вами измерительный комплекс Анстейм Разработанный на центральной станции Связи НПС Анстейм является новым поколением Измерительных приборов Разработанным на базе Компьютерной техники И предназначенным для измерения Всех параметров аналогового канала ТЧ Анстейм позволяет вести измерения Как в ручном Так и в автоматическом режиме В автоматическом режиме При наличии на обеих концах канала Двух комплексов анстейм Измерения могут вестись Практически без участия операторов Кроме того Анстейм имеет возможность Тестировать каналы ТЧ Для передачи данных И определять оптимальную скорость передачи данных По каждому конкретно взятому каналу Сейчас активно ведется интеграция МПС И российских железных дорог В международные телекоммуникационные сети Центральная станция связи Освоила новый вид услуг Предоставление доступа В международную компьютерную сеть интернет У нас был создан узел По предоставлению доступа в интернет И разработана страничка На которой представлена информация О услугах предоставляемой Центральной станции связи Ценах на эти услуги И также у нас есть расписание поездов Адрес нашей странички в интернет www.pss-mps.ru В соответствии с нормативными требованиями Проводится метрологическое обеспечение всей станции Проводится калибровка, анализ и ремонт средств измерения Словом, делается все для поддержания В работоспособном состоянии Огромного парка средств измерения Это сложная, кропотливая и ответственная работа Дорогие друзья Сегодня сложно представить Что было бы, если бы вы С вашим всем коллективом Замерли хотя бы на один час Это сотни тысяч пассажиров Десятки тысяч работников Которые занимаются обслуживанием Пассажирских перевозок Остались бы без технологии Никто бы не мог приобрести билет Никто бы не мог отправить поезд Поэтому ваш труд Он настолько важен В комплексе обслуживания Населения страны Который оценить сложно И вы, я думаю, часто не можете Даже себе представить Что от вас зависит Так вот, от лица миллионов пассажиров Которые ежедневно находятся на колесах От лица всех работников Пассажирского комплекса Мне бы хотелось поздравить вас С юбилейной датой Пожелать вам Ну, в первую очередь Это того, что вы каждый себе пожелаете А затем уже Хотелось бы, чтобы мы вместе с вами Развивали наши железнодорожные перевозки Таким образом Чтобы каждый день мы радовали пассажиров Чем-то новым Какими-то новыми технологиями Качеством обслуживания И здесь ваш коллектив Неоценимую роль вносит Поэтому поздравляем вас Желаем хорошего сотрудничества Со всеми железными дорогами Со всеми пассажирскими предприятиями Сети России Страны СНГ Так как это неразрывная технология И есть уверенность Что наше сотрудничество Даст результаты За которые могут сказать пассажиры Всем вам огромное спасибо Всего вам самого доброго Учитывая внедрение новых технологий Центральная станция связи Сделала серьезный шаг Объединив линейно-аппаратный зал И автоматическую телефонную станцию В настоящее время Наше подразделение Называется Электронный автоматизированный Центр телекоммуникационных систем Функционально он разделяется На два самостоятельных участка Первый участок называется Автоматическая телефонная станция Второй участок Участок канала Образующей аппаратуру И современных цифровых транспортных сетей Предназначен Электронный автоматизированный центр Для организации всех видов Телефонной связи И передачи данных Для аппарата Министерства путей сообщения А также для всех организаций Которые заинтересованы В нашем видах связи Участок автоматической телефонной станции Или АТС сокращенно Предназначен для организации Местной, междугородной и международной связи Состоит из оборудования Иностранного производства Финской фирмы СЭП Смонтирован и учен В марте 87-го года В этом году у нас было десятилетие Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Линейный аппаратный зал Это сердце центральной станции связи Здесь постоянно идет работа С магистральными каналами Наряду с этим ведется контроль И обработка информации О работоспособности всего комплекса Электронно-автоматизированного центра Телекоммуникационных сетей С помощью этой современной цифровой АТС Definity Организуется оперативная телефонная связь Которая в состоянии обслуживать 1200 линий А программисты Осуществляют разработку и сопровождение Программ для вычислительных комплексов ЭАЦТС Перед вами центральный компьютер Который в данный момент Выполняет задачу обеспечения работы телефониста В последующем этот же компьютер Будет использоваться для выполнения задачи По учету кабельных соединений Центральной станции связи Линейно-аппаратный зал Центральной станции связи Имеет большую и славную историю Он был образован Вместе с созданием Центральной станции связи Министерства путей сообщения Главной целью создания Этого подразделения Было обеспечение Бесперебойной и качественной связи Управления Министерства путей сообщения В годы Великой Отечественной войны Коллектив линейно-аппаратного зала Предоставлял связь С прифронтовыми станциями И узлами железных дорог В послевоенный период Была продолжена работа По развитию сети магистральной связи В 1987 году После большой организационной И технической работы После завершения монтажа Нового оборудования Линейно-аппаратный зал Был переключен Из главного здания МПС Вновь построенное Здание главного вычислительного центра В настоящее время Мы предоставляем связь С управлениями Железных дорог России И странами СНГ Сохранив при этом Сеть магистральной связи Железных дорог Бывшего союза В данный момент Я занимаюсь Наладкой Цифровой сети связи Москва-Домодедово-Барыбино Цифровая связь Она Сейчас является Более перспективной Чем аналоговая Так как У нее Гораздо больше Помехоустойчивость Мы можем работать На Большие расстояния У нее очень большая емкость По отношению к аналоговым системам Сегодня в этот знаменательный день Позвольте искренне пожелать вам Здоровья, счастья, благополучия И выразить уверенность И не просто так формальную уверенность А с глубоким, так сказать, убеждением Что вы полностью справитесь С теми задачами Чрезвычайно большими и сложными Которые стоят перед нами Уже сегодня и в ближайшие 1-2 года Всего вам доброго Непосредственную связь от ТТС до абонента Обеспечивает еще одно подразделение Центральной станции связи Линейно-кабельный цех Являет структурным подразделением Центральной станции связи МПС Выполняет две функции Первая и основная функция Это обеспечение бесперебойной работы Оконечных устройств связи Обеспечение бесперебойной работы Работы сетей кабельных связей А также устройств и сетей радиофикации Часификации и охранной сигнализации В Центральном аппарате Министерства путей сообщений А также в других предприятиях и организациях Вторая функция Это выполнение всех видов заявок По предоставлению услуг связи Это установка и переноска телефонов Замена и внедрение новых устройств Телефонизация новых помещений Линейно-кабельный цех состоит Из трех основных подразделений Это участок распределительной сети Участок кабельной сети Который состоит из группы фиксации Измерений и кабельной бригады И участок часификации, радификации И охранной сигнализации Также в состав цехов Входят две отдельные группы Это группа учета и развития И ремонтная группа Которая производится ремонт Всей абонентской техники Изучение и внедрение нового оборудования Этот цех является наиболее трудоемким Звеном поддерживающим телефонную связь И абонентскую сеть Группа учета и развития Формирует базу данных О всех абонентах министерства В организации, как в большой семье Есть дети, ветераны Работающих сегодня у нас Пенсионеров 100 человек Каждый из них Не обойдем вниманием Вопрос социального развития Центральной станции связи Имеет программный документ Который мы будем называть Коррективный договор В котором отражены основные моменты Которые как бы решают Вот эти вот задачи Стоящие перед коллективом в целом Уважаемые товарищи Предлагается конференцию Трудового коллектива ЦСС Считать открытой Нет возражений? Нет Нет возражений Ну голосовать не будем Коллективный договор Является одной из форм Реализации трудовым коллективом Принципа самоуправления Главное содержание договора Взаимное обязательство Администрации и трудового коллектива По повышению эффективности производства Увеличению подрасчетного дохода И его использованию В интересах решения Социальных задач коллектива Коллективный договор Правовой акт Регулирующий трудовые Социально-экономические И профессиональные отношения Между работодателем И работниками предприятия Одним словом Работники предоставляют Право правкому Регулировать отношения С руководством И вносить целесообразные С их точки зрения Изменения и дополнения В социальную жизнь коллектива Текст был тщательно Отредактирован в соответствии С замечаниями И предложениями Рабочей комиссии Коллективный договор ЦСС был хорошо подготовлен И его всестороннее обсуждение Прошло в коллективах Поэтому процедура принятия Прошла с видимо легче На берегу Москвы реки В живописном уголке Подмосковья Расположилась Хорошо благоустроенная База отдыха Центральной станции Связи Дом отдыха Березка Центральной станции Связи И всех путей сообщили Было основным В 1963 году Продлежал Хозяйственному управлению С 1989 года Дом отдыха Был передан Баланс Центральной станции Связи В очень таком Ветхом состоянии Поэтому потребовались На определенное время Для того чтобы Реконструировать На сегодняшний день Дом отдыха Практически Реконструирован На 100% Сделаны два перехода Которые соединяют Теперь клуб Столовую С корпусами Гранажерный зал Приговорный порт Имеем теннисный порт С синтетическим покрытием Имеем универсальные На этом порте Стойки Где можно поиграть И в олимпу И в баскетбол Рядом с портом У нас есть Ваня-сауна Есть бильярд Достольный теннис Имеем хороший Танцевальный зал Летом у нас Учисляются прогулки На плотах Субтитры подогнал «Симон» 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 Мы находимся В цехе номер два Центральной станции связи Истерства путей сообщения В коротковолновом Приемном Центре Радиосвязи Истерства путей сообщения Самое трудное Было первые три баска Которые были привезены На станцию Недалеко отсюда От этого места Где На погрузной площадке Была куча Центральной конструкции Это было 20 градусов В январе Два цены Провозились И на места Установки Развезли эти первые башни Их стали монтировать Монтировала организация Специализированная То ли Субподрядчик Вот Ну Одновременно Развозилась Уже После Создания Строительной документации Амонтарной документации Аппаратура Развозилась По пунктам Техническим Где постепенно Вводились Экспортации здания В течение двух лет 12 таких пунктов Намечено В проекте Схема Все отработана И вот Одна из первых Вашем Вот здесь возникла Здесь мы сейчас Проходили С вами Смотрели Вот Экспортируйте Здесь 77 с половиной метров Башни В цехе номер два Центральной станции связи Впервые Была начата работа Министерстве путей сообщений По внедрению Системы спутниковой связи И называлась Эта система СИНИЮС В настоящее время Продолжаются работы По внедрению Системы спутниковой связи Министерства путей сообщений Система Эта называется Трасса И здесь Представлена Первая стойка Действующих каналов Спутниковой связи С Красноярском Калининградом Иркутском Кемеровом Спутниковой связи Мы с вами находимся На территории Садоводческого товарища Центральной станции связи Южно Владимир Константинович Ухлов Зампредседатель управления Нашего Садоводческого товарища Руководство Центральной станции связи Получило Разрешение на земля Вот на вторую очередь Садовых участков Всего Получила Центральная станция связи Где-то около 196 Участков по второй очереди И 60 участков по первой очереди В этом тихом месте Живут и трудятся 115 сотрудников Центральной станции связи А у сквера победы Часто собираются Ветераны Которым всегда есть Что вспомнить Слову славного КОНЕЦ 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 От улыбки В небе радуга Проискло И посмотрю Повелись Улыбкой А я хочу, что ты В небе радуга Проискло И посмотри Покажи ручками В настоящее время У нас работают Порядка 15 Клубных формирований В общем Центральная станция связи Оказывает Всяческую поддержку В работе Дома культуры В частности Это выражается Посредством Чести профсоюзных Комитетов И финансово И, кстати, Организационно Соответственно Мы проводим Различные мероприятия Для ЦСС Мы находимся На территории Цеха номер один Центральной станции связи Министерства путей сообщения Наш объект На севере Московской области И занимаемся мы Обслуживанием Министерства Различными видами связи Радио И проводной Наш объект Начал строиться В 1947 году И в 1953 году Было закончено Полностью строительство Всей инфраструктуры Нашего цеха Был построен Жилой поселок Для работников Центральной станции связи И ряд технических зданий В которых разместились Гаражи Насосная станция Для обслуживания Водоснабжения Котельная Различные мастерские Механические И антенные мастерские Техническое здание Слушаю вас Новородные Чтобы стать Очень Хорошо Накануне Нового года В Доме культуры Поселка Северный Состоялась встреча Ветераном ЦСС Бывший начальник цеха Доцента Николай Алексеевич Делился с нынешним Своими впечатлениями Он рассказал Как именно создавался Цех и поселок Какие были успехи Какие трудности Уважаемые гости Соловья бы от ними не кормят Говорят так в народе Поэтому прошу вас Пожалуйста Проходите до стола Вот эти люди Своими руками Строили цех и поселок Обживали его Налаживали Дети хозяйства Слёмом Сделали его таким Каким он достался И у детей Субтитры создавал DimaTorzok Много говорилось о том Что дети пошли По стопам Своих отцепных интерей Что приемлемость поколения Вообще Свойственны Центральной станции связи Что в новом В 1998 году Связистов ждёт Сразу несколько юбилеев Среди которых 100 лет радиосвязи И 50 лет Провозной связи Так она когда-то называлась Было также Помянутые о том Что именно им Пришло В основном Зарождение Коротковного Возвязи Которая сейчас Уже Словам Бывшего Начальника Цеха Булахова Бориса Николаевича С уходом Его поколения На пенсию Тоже Начала Свой закат Навещать Ветеранов Старая традиция Центральной станции Связи Кто как не они Способны Сполно оценить И переосмыслить Такой большой Отрезок времени Как 80 лет Им есть что посоветовать Руководству Есть чем поделиться С коллективом Ведь жизненный И трудовой опыт Каждого человека Неоценимый капитал Для его потомков И последователей Авторы фильма Думают Что коллективу Центральной станции Связи Было бы интересно Услышать мнение Человека Который долгое время Своими руками Создавал это Огромное хозяйство И которого до сих пор Помнят и любят Как смелого руководителя И отзывчивого товарища Поздравляю коллектив Центральной станции Связи С громадными Очень большими Очень ответственными Решениями И умением Умением Создать Такую Центральную станцию Которая Превзошла Всяческие Ожидания Редактор субтитров Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова